Не все здесь так гладко складывается, как хотелось бы киевскому режиму. Ну, например, вот 9 бригад, которые подготовлены на автосамеханизированные бригады, вооруженные, они прямо сказали, нас обучали по ускоренной программе, у нас до автоматизма многие вопросы не доработаны, мы не умеем быстро устанавливать связь, и вообще мы не хотим воевать. То есть вот такие разговоры, собственно говоря, идут. Самые интересные вещи с поставкой вот этой вот техники. Берем, например... Я только на секунду, вот и больше обещаю, не буду перебивать. Они воевать не хотят, но уже полтора года воюют. А мы все стоим и рассказываем, что они не хотят воевать, и закончились. Все на прошлой неделе. А они воюют и не закончились. А они воюют и не закончились. Рассказали очень интересную историю. Причем этот человек видел все своими глазами, на передовой. Идут мобилизованные, попадает крупнокалиберная пуля, вырывает из него украинского мобилизованного вот этого тербатовца, вырывает кусок мяса, а он продолжает идти, улыбаясь. То есть, когда наши заходят в деревню какую-то, да, освободили, первое, что они находят, комплектующие для дронов и кучу шприцов болгарского производства, в которых находится какой-то препарат, позволяющий, ну, наркотического действия. Ну, то есть вы сами себя опровергли, вы начинали с того, что они воевать не хотят, а потом сказали, что есть способы их воевать заставить. Да, им, собственно говоря, дают... То на то и выходит. Какая разница, хотят или не хотят, если воевают. Более того, количество флагов сейчас американских и польских на передовой просто огромное. То есть уже потихонечку фактически натовские военные, они заменяют украинских военных под видом добровольцев. Продолжение следует...